Сеть 5G появилась в метро Минска. Технология работает в тестовом режиме на двух линиях – Московской и Автозаводской, на станциях и между ними. Академия наук, парк Челюскинцев на одной линии, Пушкинская, спортивная и Кунцевщина на второй. Для чего это необходимо? Во-первых, уже можно работать с существующей инфраструктурой. Это позволяет существенно снизить себестоимость услуг и на примере метрополитена существенно поднять скорости. Мы используем радиоизлучающий кабель, который прокладывали в предыдущие годы. Это более 10 километров на тестовой зоне. И одни из первых в СНГ запустили тестовые зоны в нашем Минском метрополитене. Технологии пятого поколения тестируются в Беларуси с 2019 года. Зоны проверки установили в Гомеле и Минске на нескольких предприятиях. Еще одним тестовым объектом стал зал официальных делегаций национального аэропорта, после чего 5G спустилась под землю. Использование 5G в метрополитене, с учетом того, что текущие технологии по изучающим кабелям не позволяют использовать все преимущества технологии 5G, вместе с тем дает существенный прирост по одному из важнейших показателей для пользователей нас с вами. Это скорость передачи данных. Пока что сеть недоступна для всех людей. Ее используют только для тестирования технологии. Хочу выразить надежду и уверенность, что в следующем году уже они будут вводиться в сети в Беларуси, будут вводиться в коммерческую эксплуатацию именно с использованием технологии пятого поколения. Ну, вместе с тем не стоит списывать со счетов технологии четвертого поколения, там есть еще очень-очень большие резервы и запасы. Субтитры создавал DimaTorzok